Здравствуйте, друзья! Сегодня в обзоре будет устройство, которое предназначено для добавления в умный дом обыкновенных светильников, которые поддерживают функцию регулировки яркости. Это Zigbee диммер от U-E-TEC, который устанавливается вместо механического выключателя или обычного неуправляемого диммера в стандартный круглый подразильник. Причем для работы устройства не нужна нулевая линия. На момент записи этого видео диммер был доступен к продаже только на китайской торговой площадке Alibaba. Также для украинских зрителей есть возможность приобрести его на украинской площадке объявлений Easy UA. Ссылки в описании под этим видео. Ко мне устройство попало вместе с гаджетами DIY проекта ModCom.ru, про которое я рассказывал недавно на своем канале. Попавшее ко мне устройство выполнено из белого глянцевого пластика. Внешне ничем не отличается от обычного настенного диммера. В центре имеется круглая ручка, которая кроме регулировки яркости выполняет и роль выключателя. Сзади указана версия диммера, в данном случае Zigbee. Есть еще и Bluetooth версия. А также мощность нагрузки 150 Вт для светодиодных и 200 Вт для обычных светильников. Ручку диммера можно снять просто потянув на себя. Тут открывается доступ к винтовой контактной колодке. Пластиковая накладка удерживается одной гайкой, под ней металлический корпус. Он имеет отверстие под стандартный крепеж подразедник. Нижний пластиковый стаканчик при желании можно снять аккуратно отжав защёлки. Но при использовании такой необходимости нет, только ради любопытства. В целом никаких особенных нареканий к качеству сборки нет. Можно немножко придраться к тому, что в некоторых местах можно найти следы флюса, но и только. Большим плюсом устройства является то, что форм-фактор рассчитан на стандартный круглый подразедник. Входит отлично, места хватает. Монтаж будет очень простой. Нужно достать обычный выключатель или диммер и установить этот. Перейдем к подключению. Для наглядности я продемонстрирую работу устройства на тестовом стенде. Второй плюс, и как по мне он более значимый, чем форм-фактор для круглого подразедника, нет необходимости в подключении нулевой линии. Нулевая линия нагрузки подключается напрямую, а фаза идет через диммер, точно так же, как и в подавляющем большинстве точек монтажа выключателей освещения. В качестве тестовой нагрузки я буду использовать маленькую лампочку накаливания. Диммер также отлично работает с LED-лампочками, которые поддерживают диммирование. Для сопряжения необходимо активировать опцию подключения новых устройств. Диммер я подключал на стик CC2538. Для перевода в режим сопряжения нужно 6 раз нажать на центральную кнопку. Лампочка нагрузки несколько раз мигнет. После этого устройство появится в общем списке. Оно сразу определяется как сущность light. Кроме этого, у него есть параметр уровня сигнала. Что интересно, устройство определяется как роутер, но скорее всего это не так, по аналогии с выключателями Акара без нуля. Они тоже прописываются как роутеры, но таковыми не являются. Сущность автоматически прописывается в перечень устройств интеграции MQTT системы Home Assistant. Стоит обратить внимание, что параметры уровня сигнала обновляются при каждом действии с диммером. Это не просто выключатель, как могло бы показаться. Система видит диммер как светильник с изменяемой яркостью. В атрибутах имеется сразу два параметра, привязанных к значению диммера. Это яркость по шкале от 0 до 254 и уровень со шкалой до 1000. Так работает диммер при ручном управлении. Для включения и выключения нужно просто нажать на кнопку. Кстати, регулировка логическая. Физических ограничений для вращения ручки нет. Это совершенно необходимо, так как кроме вращения ручки, яркость можно регулировать по ZGB. При управлении системой диммер откликается моментально, никаких задержек в управлении я не заметил. Как в изменении яркости, так и при изменении программного уровня при ручном управлении. На мой взгляд, это очень удачное устройство, которое позволит удобно, быстро и без переделок превратить обычный светильник в управляемый. К условным минусам можно отнести некоторую сложность покупки на данный момент. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Интересные и свежие новости по тематике умного дома, а также купоны и распродажи, можно увидеть в моем телеграм-канале. Ссылка также в описании под этим видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok